Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Сегодня я буду делать настойку чеснока для первой профилактической обработки от паутинного клеща. И сейчас вам расскажу, почему я буду ее делать, почему именно чесночную, а не сразу препаратами. Ну, во-первых, паутинный клещ это очень коварное такое насекомое, его можно сразу не заметить. И вы можете упустить момент, когда вот он заселится и начнет размножаться сильно-сильно. Заходя в теплицу, всегда обращайте внимание, вот вы проходите по теплице, не дай бог какое-то, вот как, немножко как что-то щекотнет по щеке, такое как неуловимое, что-то зачешется. Возможно это паутинка, или когда вы что-то делаете, особенно вот так, туда когда наклонишься, вглубь помидор, голову, когда туда опускаешь, раз, и если паутинка какая-нибудь, ну там неуловимое такое движение, я говорю, паутинка на лице, ее сразу чувствуешь, такое что-то легкое, как пушинка прикосновения, посмотрите, возможно это уже паутина. Клещ, он сам не виден, и мы зачастую его даже не можем увидеть, видна только вот эта паутинка. Есть ли какие-то проблески паутины, если вот так вот что-то щекотнет у вас на щеке, делайте сразу профилактическую обработку. Не ждите, когда вы увидите самого клеща, или вы когда увидите результаты его работы клеща. Он вгрызается, это такое как сосущее насекомое, он вот в листья, в клетки растений вгрызается, выпивает оттуда сок, листья покрываются такими, ну светлыми пятнушками, отмирают и могут вообще опасть, растение сразу же замедляется в росте. Обычно вот сейчас, когда летом наступает жара, когда жарко и сухо, это самое хорошее такое, ну комфортное условие для паутинного клеща. Я пока что, у меня нет паутинного клеща вот в этой теплице, я ни одной паутинки здесь не нашла, и я пока буду делать профилактическую обработку народными средствами. Я вам говорила, что в качестве профилактики фитофторы испокон века всегда делали чесночное опрыскивание. Но во время того видео я не добавила, потому что тема была именно про фитофтору, я не добавила, что именно эти же чесночные опрыскивания, они отпугивают из теплиц паутинного клеща. Когда у вас еще нет эпидемии паутинного клеща, когда еще нет признаков, нет желтых листьев, нет паутины, если вы обработаете чесночным вот этим настоем, то возможно клещ сюда и не придет. Он не любит чеснок, вообще чеснок отпугивает многих вредителей, и вот эта обработка чесночная убьет сразу двух зайцев. Будет профилактика фитофторы, так как чеснок это еще и антисептик, он убивает вот эти все патогенные грибки, и отпугнет паутинного клеща. Почему я делаю именно вот такой чесночный? Потому что когда еще нет заболевания, когда нет этого вредителя паутинного клеща, то можно обойтись народными средствами. Во-первых, это экологически безопасно, это дешево почти бесплатно, это безвредно. Не хочу пока покупать никакую агрохимию. Конечно, если увидите, уже у вас явно есть паутинный клещ, то лучше всего использовать препараты, которые убивают его сразу. Это есть Актелик, Актофит, можно просто Фитаверм, он тоже от паутинного клеща. Но при выборе средства будьте осторожны. Паутинный клещ погибает не от любого вот такого вот препарата агрохимического. Нужно читать именно в инструкции, что именно паутинный клещ. Попадает вот в зону действия этого препарата. Обрабатывать, если вы будете препаратом, лучше всего вечером, потому что все-таки эти насекомые ведут ночную жизнь, лучше вечером обработать. Пусть он, как этот препарат, этот Актелик, или какой вы там выберете, на листьях побудет подольше, чтобы не высох. В жаркую погоду ясно все знают, что ни в жаркую, ни в солнечную обрабатывать не надо. Но еще хочу сказать про паутинного клеща. Как сделать профилактику, чтобы он как можно меньше повреждал ваши растения. Всегда пишется, что паутинный клещ любит рыхлые, сочные вот такие растения, особенно жирующие, перекормленные, потому что ему проще прокалывать, у них вот такая рыхлая структура, проще прокалывать вот эти листья и высасывать оттуда соки, они сочные такие, такие как пористые. И если вы будете уменьшать азот, растения будут менее такие сочные, они будут такие как суховатые, для паутинного клеща это нехорошо, он не любит такое. И если больше калия и кальция будете добавлять, то растения еще и припаритут листья вот такую жесткость, что клещу еще будет тяжело туда воткнуть свой вот этот хоботок, носик. Вот поэтому, если подведем итог, до пришествия паутинного клеща нам нужно сделать, что уменьшить азот, чтобы растения были не рыхлые, не сочные, не лакомый кусок для клеща, побольше кальция и калия, во-первых, это хорошо будет для наливания плодов, от этого листья станут жесткими, паутинному клещу будет сложно пробраться к соку. Потом, если уже вы... А, и пока нет клещей, можно делать просто профилактические опрыскивания, вот как я буду делать чесночное опрыскивание, для отпугивания. Но если вы уже увидите клеща, то обязательно нужно прибегать к препаратам более сильным. Тут уже нам думать не приходится, вредно это или безвредно, нужно обязательно обрабатывать тем, от чего он сразу умрет. Размножается очень быстро, вы не заметите, как потеряете все свои посадки. Вот в мае и в июне, желательно через две недели, раза два обработать, можно даже профилактически. А уже в июле и в августе, когда наступает жара, тут рекомендуют обрабатывать вообще еженедельно, иначе вы упустите появление клеща, и потом, когда он размножится, будет очень сложно от него избавиться. Ну вот это все, что я хотела сказать. Сейчас я пойду делать чеснок. 200 грамм чеснока кашицы на ведро воды или 100 грамм чесночной кашицы на 5 литров. Я буду на 5 литров. Когда буду делать и когда буду опрыскивать, я вам постараюсь показать. Это будет первая профилактическая обработка от паутинного клеща, но она же поможет еще и от фитофтуры. До свидания. Все, с вами была Ольга Чернов. Субтитры создавал DimaTorzok